Перейдем к модулю «Персонал» — «Создание и редактирование сотрудников». Во вкладке «Персонал» можно создавать группы, отделы, создавать и удалять сотрудников, вносить любые изменения по сотрудникам, также распечатывать QR-ы для входа в мобильное приложение. Обратите внимание, что линейные сотрудники не имеют доступа к распечатке QR-кодов. Через кнопку «Создать группу» внесите название службы, например, служба «Хаускиппинг». После чего сохраните. Далее через кнопку «Создать сотрудника» внесите все необходимые данные. Сотрудник сможет зайти в свой личный кабинет в веб-версии, используя логин и пароль, или QR-код для входа в мобильное приложение. Мы рекомендуем использовать единый пароль при создании сотрудников. Далее сотрудники смогут поменять пароль в своем личном кабинете. Введите должность. Если в системе такой должности нет, она будет сохранена автоматически. Обратите внимание, что в системе есть три роли. Линейный сотрудник имеет ограниченные права. Он видит задачи своего отдела и свои. Руководитель отдела имеет доступ к отчетам и редактированию своих сотрудников. Руководитель отеля имеет неограниченные права в системе. Выберите необходимую роль сотруднику и добавьте его в группу. После заполнения всех полей сохраните изменения. Теперь сотрудник появился в отделе хаускиппинг. Здесь вы можете посмотреть и отметить сотрудника в смене или не в смене. Обратите внимание, что сотрудники не в смене не получают уведомления о задачах. Отметить себя в смене или закрыть смену сотрудник может самостоятельно в мобильном приложении. Сотрудники, имеющие роль руководителя группы или руководителя отеля, могут печатать и удалять QR своим сотрудникам. При удалении QR система сразу же сгенерирует новый. Также доступно редактирование. Например, вы можете поменять сотруднику должность или роль. А в случае увольнения сотрудника его можно удалить из системы. А для быстрого поиска нужного сотрудника введите имя или фамилию сотрудника в поисковое окно в правом верхнем углу. Через кнопку «Редактировать должности» можно добавить новые должности, переименовать уже имеющиеся в списке или удалить их. Также, нажав на должность в списке слева, справа появится список сотрудников, занимающих данную должность. При необходимости вы можете корректировать названия отделов или удалять их.